салют друзья с вами Денис Пахомов это очередной выпуск рубрики будни викинга коротенько просто расскажу за эту недельку о новых планах о новых целях те кто следит заметили что вышла последняя серия первого сезона в погоне за шестью пудами и хочу более детально объяснить что будет происходить дальше работая над силовыми показателями активно последние там несколько лет я не могу выпутаться из череды постоянных травм причем разнообразных то это колени то это поясница то это плечо как в данный момент хотя плечо уже намного намного лучше но и силовые скажем так сейчас не на самом лучшем уровне цель толкнуть 96 килограмм была такая она она не была конкретной то есть это наверное в каком-то из первых видео я говорил о том что эта цель будет просто для того чтобы был стимул тренироваться чтобы был какой-то план тренировок потому что просто так приходить в зал и поднимать железяки ничем не будет отличаться от работы грузчиком вот то есть я на протяжении многих лет тренировался и тренировался определенной целью но и в целом я как бы склонен к тому что если человек чем-то занимается он должен преследовать какую-то определенную цель цели могут быть разнообразные кто-то худеет кто-то развивается физически кто-то хочет научиться какому-то определенному навыку кто-то хочет выйти на определенные показатели там силовые в каком-то упражнении куча куча друг друг других целей может быть у каждого из вас кто занимается я уверен есть своя цель так вот вот когда я решил что я в этом году не буду нигде соревноваться что нужно разобраться с работы потому что прошлый год точнее последние 3-4 месяца были очень тяжелые финансово но я думаю тех кто опять же следит те знают те кто не знают могут пересмотреть были очень сложные скажем так времена финансовые потери работы долги и прочее 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 и вот на вот этом вот всем фоне я начал сыпаться хотя продолжал готовиться к соревнованиям это было наверно моя самая большая ошибка и на фоне этого нервного стресса я травмировался я вот все больше убеждаюсь в том что нервная система играет колоссальную роль в общем далеко я отошел к чему это я когда я решил что не буду соревноваться я решил что нужно посадить себе какую-нибудь все таки цель и работать над ней и вот такой целью стал от толчок 96 килограммовый гирь я не отказываюсь от цели рано или поздно я уверен что мои результаты моя подготовка позволит мне толкнуть но сейчас в данный момент это далеко не на первом месте сейчас я решил возобновить свои тренировки по кроссфиту по развитию своей функциональности и возможно подготовиться к соревнованиям я озвучил что хочу подготовиться к соревнованиям к августу но сейчас изучая методики рассматривая современные методы тренировок кроссфита понимаю что я конечно могу попробовать подготовиться к августу но какого-либо результата я вряд ли покажу но я еще не знаю как это все будет происходить пока что я только планирую по совету одного из товарища я прочитал определенную книгу по одна из современных методик тренировок так называемую периодизация планирования и понял что не все так просто как казалось то есть в моей форме в моем случае когда в принципе я имею все навыки движений то есть в принципе я умею делать все от сложных координационных движений до самых обычных но проблема в том что во мне нет выносливости ни общей не специальной никакой то есть я могу отдельно делать выходы силой на кольцах я могу ходить на руках могу отжиматься в стойке на руках но соединить это все в один маломальский комплекс я не могу этому увидите по моим комплексом что они достаточно простые то есть очень простые движения либо же очень маленькая интенсивность либо же малое количество повторений и в любом случае я задыхаюсь изучая литературу я понял что мне нужно распределить определенным образом свои тренировки и работать над своим телом развивая определенные качества и по моим подсчетам такая подготовка займет но не менее 8 9 месяцев поэтому делать на август упор я думаю не буду наверное ближайшая цель это будут онлайн соревнования открыты чем называемые опаны в кроссфите которые вроде бы как стартует в феврале в марте не знаю как в этом году будет потому что там тоже периодически меняется все эти варианты отбора но как бы вот целиться буду туда первая первый скажем так блок вот этой работы над своими качествами я начну с тренировки общей и силовой выносливости что это значит простыми словами по крайней мере как это понимаю я для себя из того что я прочитал будет основной упор на циклические скажем так нагрузки это бег это велосипед это гребля возможно добавлю плавание то есть длинные аэробные нагрузки то есть от там 30 до 90 минут с очень маленькой интенсивностью и с большим соответственно объемом также мои тренировки будут включать себя работу над силовой выносливостью то есть эта работа в многоповторном режиме там от 12 и выше в базовых движениях никакой скорости силовой работы не будет то есть это становая это приседания это работа в простых гимнастических упражнений таких как там приседания отжимания подтягивания и прочие вот такие вот вещи то есть работа опять же в многоповторном режиме то есть буду нарабатывать количество строгих подтягиваний буду нарабатывать количество отжиманий так называемых анброкин то есть чтобы за один подход делать вот так те цифры которые я там озвучил буквально в 12 ролика назад то есть там так чтобы отжиматься Там порядка 100-150 раз Не разбивая Но грубо говоря я пока придумываю эти цифры Не факт что я к ним приду То есть вот работа будет направлена В это русло Работа над общей и силовой выносливостью Также тренировки Будут содержать работу над мобильностью Но это В принципе От этого я никуда не ухожу Это всегда было и наверное всегда будет Я не знаю сколько продлится этот блок Буду смотреть по результатам Буду смотреть по своему телу Расписывать буду Наверное на 2 месяца этот блок 2-3 месяца С постепенным увеличением Интенсивности и уменьшением объема Ближе к следующему блоку О следующем блоке я буду Рассказывать намного позже Я надеюсь что ничего мне не помешает Все таки попробовать Подготовиться по функциональному Многоборю то есть по кроссфиту Буду продолжать Следить за питанием Надо разобраться с гормонами Надо сдать анализы Потому что Есть Некоторые проблемы И вот с этим надо разобраться То есть я отказался полностью сейчас от сахара Стараюсь питаться правильно То есть у меня там каши, мясо, овощи Ну скажем так Пищевого мусора я практически не употребляю Ну может быть за исключением небольшого количества майонеза И то крайне редко Но при этом за почти уже 20 дней Ну не 20, чуть меньше Да 17 дней Я абсолютно не похудел Несмотря на то что я просчитываю колораж И колораж Ну Значительно занижен То есть на 300-400 калорий Я потребляю меньше чем трачу С учетом того что тренируюсь я сейчас порядка там 6 раз в неделю И также в размере То есть моя талия Ну я делал замеры только талии Так как это основная проблема моих отложений И талия тоже не уменьшилась Вес могу сделать упор на то что Начал грузить ноги Поэтому могли ноги добавить Но с точки зрения скажем так Простой вот Физики Точнее с точки зрения простой математики С чего они будут набирать Если я потребляю меньше чем трачу Этот вопрос остается открытым Поэтому и есть желание сдать Анализы на гормоны Посмотреть в каком состоянии мой гормональный фон Я никогда не скрывал что я У меня был опыт приема анаболических стероидов Не всегда это было правильно Никогда это не было С скажем так С правильным подходом с точки зрения Врача и предварительной сдачи анализов В общем делал все это по глупости По неопытности Поэтому может быть и результатов Таких феноменальных Никогда не показывал Ни как на курсе Ни так без курса Но уже более года Я абсолютно чистый Но определенные какие-то вещи возникают И мне хочется разобраться Это побочка еще тех далеких времен Либо же это новые какие-то непонятные вещи Которые творятся с моим организмом Вот в принципе планы на ближайшее будущее По ближайшим Скажем так Это чемпионат по стронгу В него я войду уже просто как на остатках силы Потому что последние Последнюю неделю в принципе я силовые практически не тренирую Делаю упор на общую выносливость Потому что у нас будет забег Вот 5 числа Надеюсь что не травмируюсь Ну и в целом амбиций нет Если буду чувствовать что вес для меня велик Или какой-то дискомфорт Я просто не буду выполнять упражнения Что еще На этой неделе На этой неделе как вы видели Была тренировочка Там где я все озвучил Все остальные дни Было много кардио Точнее даже не кардио Были комплексы Где-то силовые Где-то даже сложно координационные Но все это вы можете увидеть На канале В виде моих вводов Которые тоже пропадут Потому что данный блок подготовки Который я сейчас расписываю Абсолютно не предусматривает Работу в медконах То есть в комплексах вот этих Поэтому пока без этого Как будут выходить видео на канале Не знаю Там 1-2 раза Буду ли я снимать свои тренировки Ну возможно буду Возможно буду снимать тренировки Силовой выносливости По гирям это будет Много жимов Никакой скоростной силовой работы Никаких толчков Никаких швунгов Никаких рывков Просто монотонные жимы Ну и соответственно На все остальные группы мышц Тоже будет Медленная Но многоповторная работа Приседания Тяги Подтягивания Ну и все что я сказал выше Воскресенье То есть сегодня Мы отработали корпоратив И как аниматор И как свое Силовое шоу У нас сегодня целый день Было пасмурно Но как вы можете по мне заметить Я прекрасно умудрился сгореть Самочувствие не самое лучшее Потому что встал я в 5 утра Сейчас порядка там 10 вечера За целый день Я практически ничего не ел И в общем Хочется уже завалиться спать Но Так как рубрика выходит Каждое воскресенье Я не могу себе позволить Не выпустить этот ролик Несмотря на то Что его наверное Практически никто и не посмотрит В воскресенье Но да не суть В общем Наверное все что хотел Донести Донес Поэтому те кто Смотрел только ради Там Подъема больших Тяжелых гиль Пока что на этом все Тем кому интересна работа Над Общей выносливостью Силовой выносливостью Ну и в целом Над работой Функциональности К тем кому интересно Получится ли у меня 106 килограммового Бугая Стать более функциональным И конкурировать С более легкими атлетами В плане выносливости И в плане силы Потому что Средний статистический Кроссфитер Такого вот Ну среднего уровня Конкурентоспособного Имеет практически Те же силовые показатели Которые я Плюс минус Иногда в каких-то движениях Даже больше Но при этом Имея вес там 80-85 килограмм Поэтому Вот эти мои Килограммы Они на данный момент Не функциональны И даже не показывают Нужных силовых кондиций Поэтому Вот над этим и буду работать Если кому-то Эта тема интересна Пишите Какие именно вопросы Вам Нужно раскрыть Будем постепенно Раскрывать Буду делиться тем Что пробую на себе Потому что Последний раз Когда я готовился К чемпионату по Кроссфиту Это был 2017 год За день до соревнований Меня проткнуло Палкой Опять же Кто знает Кто знает И Я не знаю Почему В тот момент После восстановления Я отказался От работы Над выносливостью Не продолжил работать В теме Кроссфита А больше ушел В тяжелую атлетику Хотя Форма была Достаточно неплохая Я был Конкурентоспособен Ну по крайней мере На каком-то своем Уровне Здесь Вот Поэтому Если интересно Пишите вопросы Пишите комментарии Будем Развиваться Все ребятки Извините за вот этот Вот такой Мученический вид Но Реально Сил сегодня Практически не осталось Поэтому все Тренируйтесь адекватно Кайфуйте от того Что делаете Берегите себя Все ребятки До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok